Вопрос о том, что различие Ветхого Завета и Нового Завета, это различие должно быть проведено со всей последовательностью. Оно проходит в том числе и потому, что нужно второй раз родиться, как раз второе рождение в Духе, это рождение уже в Новом Завете. Вот есть первое рождение, и вершиной этого первого рождения является исполнение закона, то есть праведность в Ветхозаветном смысле. А второе рождение, рождение в Духе, когда ты уже свободно выбираешь исполнение воли Божьей, то есть исполни ее из любви, а не из страха, наказания или награды, это уже второе рождение. То есть если по всем пунктам провести вот это различие Ветхого Завета и Нового Завета, то можно везде увидеть. Опять же, это метафора с больными. Есть больные, те, кто не исполняет даже Ветхозаветные законы, это больные. Но есть уже и здоровые, праведные. Есть. Ну как, Иисус Христос сказал, что я пришел призвать не праведных, а грешников к покаянию. То есть праведных не надо призывать к покаянию. То есть такие есть? Нет, таких может быть мало, конечно, но они, наверное, есть. И во все времена, наверное, есть праведные. Теперь вот все-таки переходя к вопросу, мы же хотим современное состояние христианства абсолютно. И нам вот интересно, что вот эти вот две линии христианства, одна линия христианства, она связана с борьбой с миром, да? Я говорю, она уже существовала и в апостольское время. А вторая связана с компромиссом с миром. Причем компромисс с миром прежде всего заявленный в посланиях Павла, апостола Павла. И даже была такая дискуссия в Древней Церкви, Иерусалимской Церкви тогда, она единственная была, по поводу веры и дел. И, собственно, что я хотел обсудить сегодня, это вопрос о соотношении веры и дел. В чем состоит суть? Суть состоит в том, что апостол Павел заявил, что делами плоти не спасается никакая, что делами закона не спасается никакая плоти, да? Что спасение только от веры. На что, как бы, Яков и Петр заявляют, что вера без дел мертва, да? Что, как бы, вера вообще проявляет себя только в делах. Что такое вера, как бы, да, которая не требует никакого исполнения, да, исполнения каких-то дел. Что это такое? Это нечто такое созерцательное, абстрактное такое, непонятно, что такое. И, на самом деле, вот эта дискуссия, которая, кажется, здесь имеется чисто богословский характер, она, на самом деле, связана с той изначальной разделением, да, между христианством, которое настаивает на борьбе с миром, да, который хочет этот мир преобразить. В чем состоит борьба с миром? Это не означает, что христиане отрицают этот мир какой-то, и хотят куда-то там улететь на какие-то там другие измерения, да, или там какой-то есть небесный мир, который как бы в другом месте находится, и вот надо туда, куда-то устремиться. Нет, не речь идет о контрацентном мире. А еще это просто о том, что вот тот мир, который христиане вокруг себя видят, да, под властью там определенного рода там людей, там, его устройство во грехе, там, его как бы вот это богатство на одной стороне, там, нищета на другой стороне, нажива, там, как бы вот всякого рода страсти и прочее. Находится противостояние. Да, что этот весь мир, он находится в противостоянии к тому, что он на самом деле хочет видеть в этом мире христианцы, да, что он хочет видеть другие проявления человеческой любви, там, человеческого, там, долготерпения, там, человеческого взаимопонимания и прочего. Вот о чем речь идет, что на самом деле христиане просто противостоят этому миру, потому что они хотят его преобразить. Они хотят мир привести в состояние, когда бы единственный правитель, в этом мире был бы бог. Это вот одна позиция христианская. А другая позиция христианская состоит в том, что, ну, как бороться с миром, да, вот как бороться с властями, с начальствами, что были их же несколько восстаний, да, иудейских. Первая иудейская война, вторая иудейская война, там, да, что на самом деле путем силы невозможно, как бы, достигнуть отчаемого состояния мира. И получается, что надо, вроде бы, как бы, просто смириться с этим и ждать того, что сам Бог однажды вернется и все это сотворит. То есть, иначе говоря, исходит из той максимы, что такое вера в Бога, да, это некое доверие Богу, да, когда мы в делах своих полностью доверяемся на волю Божьей. Ну, мы как бы, можно сказать так, вот есть такая крайность, когда верующий в Бога полностью впадает в некую пассивность, да, и полностью доверяет, вот что бы ни случилось, все находится во власти Божьей. И если Богу надо, Он однажды возьмет этот мир сам и преобразит. Ничего специально делать не надо, да, вот надо просто верить в Бога, да, вот надо Ему доверять и ждать. И, собственно, получается, что все, сейчас весь смысл христианской жизни состоит в том, что вот надо ждать однажды, что Бог вернется второй раз, да, как бы во второе пришествие дождать, и Он, как бы, все в этом мире переменит, как бы, и установит там. Да нет, почему, если ты христианин, допустим, да, то ты понимаешь прекрасно, что церковь, она вот такая, ну, как бы, что у нее очень много больных людей, она вот такая вся война, и поэтому, как бы, что вот необходимо вот это вот государство нам, необходима вот демократия там, все, ну, вся там, все это все, ну, демократия одно из лучших устройств, может, там, коммунизм, фашизм, без разницы, в общем, необходимы все вот эти вот устройства государственные какие-то там, вот, но наряду со всем этим, если ты христианин, то у тебя, как бы, поле брани всегда есть, ты всегда вот противостоишь этому миру, насколько можешь, пока вот не можешь полностью, там, не нужно... А как ты противостоишь, если речь идет о вере? То есть, если дело не в делах, еще раз говорю, мы же сейчас говорим о соотношении веры и дел, да, вот об этом вековечном споре, который тянется с самого возрождения христианства. Нет, в споре-то никакого противоречия нет, просто Павел сказал, что верой не спасается никакая плоть, он сказал правильно. Но эти апостолы, они не спорили с ним, они только дополнили его, они, как бы, оставили акцент такой, что... Это неправда, на самом деле, есть, это неправда, на самом деле, есть даже высказывания Петра, где он указывает на то, что, вот, писания Павла, как бы, они невразумительные и прочее. Есть, на самом деле, исторические свидетельства, где, по-моему, в Деяниях апостолов, вот, зафиксировано, да, где Павел приехал в Ижусалин, да, как бы, его там не очень, это, грустно встретили, да. И вообще, и более того, попросили даже... Тут же мысль простая, ты сам приводил нам этого вот человека, который вышел раздавать милости, ну, что почеславится. Валя, еще раз говорю, ты все упрощаешь. Вот мне больше всего, как бы, понимаешь, можно, конечно, высказываться в таком... Вот есть, как бы, какие-то стереотипы, да, заезженные, что, типа, на самом деле, все, как бы, согласовано, все мирно, все, как бы, там, никаких противоречий нет, и в этом-то ключе разговаривать. На самом деле, это не так. Есть существенные противоречия между тем, с чем учит Павел, и между тем, чему учили апостолы Иисус, и Яков, и Петр. Не, не жалите противоречия. Хорошо, и я утверждаю, я утверждаю, ты не видишь, сейчас я буду это доказывать, я утверждаю, что то противоречие, которое есть в современном христианстве, которое тоже, вот, существует. Разделение между тем, что одни христиане считают, на самом деле, что дружба с миром есть вражда против Бога, а другие христиане считают, что вполне возможно, как бы, вот в этом мире приспособиться как-то, да, как бы, и жить согласно установлениям мирских властей. То есть, то, что, вот, я называл этим имперским христианством, да, христианством, которое является государственной религией. Ну, такой бы позиции неверной, обе, не христианские. Потому что христианин, естественно, должен жить в этом мире, это понятно, как бы, да, где ему еще жить-то. Но, с другой стороны, везде, на своем пути, в меру своих сил, ну, как бы, изо всех сил он должен стремиться, как бы, учреждать царство. Ну, как сказано, упало, да, что бегите, как эти, наристалище, да, изо всех сил праведности. И надо поступать именно так. Ну, вопрос еще следующий. Вот смотри. Вот это вот вековечное разделение, да, вот между двумя пониманиями христианства, одно понимание христианства состоит в том, что то положение вещей, который сейчас существует в мире, да, что вот есть некое мирское. Ведь оно не просто существует только в наших с тобой головах, оно даже существует в самом христианстве в виде того, что есть монашество. Монашество, вот есть белое монашество и черное монашество, да. То есть, неправильно я говорю, есть белое священство и черное священство. Духовенство. Духовенство, правильно, духовенство. Так вот, вот сам факт того, что существует черное духовенство, что существует монашество, указывает на то, что даже внутри христианства есть две линии. Одна линия указывает на то, что надо жить как бы в отречении этого мира, что надо жить как бы всю свою жизнь посвятить Богу. А другая часть состоит в том, что на самом деле этот путь как бы экстремистский путь, и надо на самом деле... Можно жениться, можно обустраивать как-то эту жизнь, и можно как бы спастись так же и в браке, и в обыкновенной мирской жизни. То есть это существует и в восточном христианстве, и в западном христианстве. Вот эти два пути, это не что иное, как вот изначальный этот раскол. Оба пути допустимы на сегодняшний день. Хорошо, суть-то вопроса в чём состоит. Я просто хотел показать, что вот эти два пути, они на самом деле изначально в христианстве лежат, в расколе, связанном в дискуссии о вере и делах. Значит, можно просто же сказать на примере армии, что вот там белое духовенство, это просто как бы там, просто армия, просто части там, да. А как бы чёрное духовенство, это типа спецназа. Ещё раз говорю, ты всё опять хочешь это спустить в канализацию, потому что у тебя, я не знаю, ещё раз говорю, здесь существует кардинальная проблема. Священники, которые являются женатыми, которые там в миру как бы... Я считаю, что... Находятся в миру, а они часто это не понимают, что такое монашество. Что тут надо смотреть с точки зрения большего и меньшего совершенства. Что путь монашествующих, он более совершенный путь. Но и путь белого духовенства... Да дело не в этом, дело не в этом. Ещё раз говорю, я не хочу в эту сторону двигаться, дело-то не в этом. Я хочу делать сказать, что... А ты хочешь сказать, что тут есть противоречие, я понял. А я говорю, что нет противоречия. Вот я объясню, откуда противоречие. Есть изначальная коллизия, состоящая в том, имеют ли право христиане находиться в компромиссии с миром. Изначальная коллизия. Вот, например, Иисус Христос сказал, да, на самом деле, что... Трудно богатому войти в Царствие Божие. Имеем ли право мы накоплять... Если мы христиане. Имеем ли право мы накоплять богатство? Понимаешь? Вот можно ли войти в компромиссии и сказать, да, само по себе богатство, конечно же, оно не греховное. Ну, богатство, что... Это некая материальная достатка. Что оно? Оно не может само обладать греховностью. Естественно, греховным остается просто страсть, да, к этому богатству. Вот мы как бы... Богатство нам ослепляет. Нас ослепляет, да. Мы как бы впадаем в некую зависимость от этого богатства, да. Мы ему служим. Нельзя невозможно служить двум господам, да, Богу и Мамоне, да. Мы накопляем Мамону, вынуждены ей служить. То есть проблема состоит не в самой Мамоне, а в том, что на самом деле наше отношение к Мамоне мы не можем выстроить это правильным образом. Потому что мы должны выбрать либо Богу служим, либо Мамоне. Так вот, простой пример с этим богатством, опять же, указывает. Это изначальное разделение между тем, что есть бескомпромиссное христианство, которое считает, что... Помнишь, это была дискуссия между... нестяжателями, да, как бы между... Нилосорскими и осиплянами, да. Если бы во главе с Иосифом Головским. Та же самая проблема. Это изначальная проблема христианства, которая постоянно возникает в различных видах. Она меняет... Различную форму меняет содержание ее одно и то же. Содержание состоит в том, что мы не можем одновременно быть с Богом, да, и совмещать это, свое отношение с Богом, с чем-то другим. То есть, допустим, с богатством, там, с мирскими заботами какими-то, да. То есть, с мирской жизнью. Ведь даже у апостола Павла есть высказывание о том, что женатый думает, как угодить жене, да, а не Богу. И точно так же жена думает о том, как угодить мужу, а не Богу, да. Так суть противоречия-то в чем? Какой будет более правильный? Нет. А в чем? Еще раз говорю, что суть противоречия, которым я говорю, состоит в том, что оно есть. Мы пока не говорим... Я понимаю, ты противоречия само озвучишь. В чем оно противоречия? Противоречие состоит в том, что есть две позиции. Нет, это я понял. Сейчас я как тебе вопрос можно задать, чтобы ты понял, что я хочу понять. Не противоречие между нестяжателями осиплянами, это я знаю, в чем суть этого противоречия. А вот то противоречие, которое ты хочешь высказать, в чем... Я просто удивляюсь. Одни говорят, что с миром нельзя дружить. Дружба с миром не сверстна против Бога. Это я понимаю. А другие говорят, что с миром можно дружить. Вот и противоречие. Сейчас объясню. Я смотрю на это. Вот лично я на это смотрю. Как на больше и меньше совершенства. Подожди, подожди. Еще раз говорю. Подожди, я поясню просто. Вот что лучше? Просто богатый человек, который просто гребет под себя и всех грабит и так далее, и так далее. Или все-таки человек богатый, но который является христианином. Ну я понял, понял, понял. Что лучше? Здесь это... То, что ты говоришь, лучше, хуже. Это разговор о количестве. Что лучше? Это 3 доллара, 10 долларов, 15 долларов, миллион долларов. Вопрос в количестве. А есть вопрос в качестве существенного. Что лучше? А или не А? Ну а что? Кто-то стал Богом на земле, что ли? Есть такой вот абсолютно совершенный? Да при чем здесь этот-то? Мы говорим о том, о факте, о том, что внутри крестьянства есть некого рода противоречия. Ну потому что совершенствует... Да дело не в совершенстве, но что в одну кучу-то все валить? Ты все услышал слово. А в чем дело-то? Дело состоит в том, что внутри крестьянства есть два движения. Два движения есть. И оба важны. Ну и неправильная трактовка. Как неправильно, если оно везде постоянно возникает в виде противоречий? Как это неправильная трактовка? Она сама себя доказывает, потому что возникло это противоречие в недрах зарождающихся христианства в виде дискуссий о делах и вере. Потом оно возникало время от времени в различных дискуссиях по поводу нестяжателей и нестяжателей. Оно и сейчас возникло. Вот то, к чему я хотел привести. Когда в современном православии возникло движение, связанное с ИНН, с этими номерками, непринятием номерков, паспортов, УЭКом и прочее, то на самом деле вот это отрицание всех этих документов, есть не что иное, как возрождение всего того же противоречия изначального. Можно ли дружить с миром? Потому что принятие ИНН, номерков, паспортов, пенсионных свидетельств, эти христиане воспринимают как дружбу с миром. Понимаешь, что вот поиск комфорта там, понимаешь? Признание этого мира, они так понимают, что это компромисс с миром. Они не хотят идти на этот компромисс. Вот возрождается вот то старое понимание древних крестьянств. Оно будет всегда возрождаться. Потому что крестьяне всегда вопрос о власти... Что такое, скажем так, давайте немножко шаг назад сделаем. Что такое, как утверждают эти христиане, которые, кажется, с точки зрения мирской впадают в безумие, но на самом деле мы сейчас пытаемся изнутри это посмотреть. В чем состоит основная коллизия? Она состоит в том, что вопрос об апокалипсисе есть на самом деле вопрос о власти. Кто является для христианина царем? Кто является властителем? Не люди, которые сидят там где-то наверху. Не какие-то отдельные князья, не знаю, не важно, олигархи или кто-то. Только Бог. И только Бог христианину является указанием. И если указания властей, князей и прочих царей, идут в противоречие с волей Божьей, то христианин должен на самом деле всегда руководствоваться волей Божьей. Влад, твоя позиция ясна. Но ты мне объясни такую вещь. Это не моя позиция, это позиция христианства. Хорошо, это позиция ясна. Но ты мне объясни такую вещь. Вот если ты адекватный человек, ты живешь в мире, да? Вот смотри, в этом мире полно еще рабов, которые чистые страха исполняют. Во-первых, полно просто отступников. Которым просто наплевать на всякого пола. Да полно рабов, которые грешат и исполняют волю Божью только чистые страха. Полно наемников, полно просто грешников, которые больные, просто не могут справиться. Значит, есть при этом такие сякие, пятые, десятые христиане, всякие разные. Слышишь? И вот в этом мире ты хочешь сказать, что правы только не стяжатели, а всех остальных на помойку, что ли? Нет, это просто разные уровни совершенства, реализованные в этом мире. Все это движется в сторону Царства Божьего. Просто на разных уровнях. Но если бы эти не стяжатели имели плоды какие-то, тогда можно было бы говорить о том, что у них есть какое-то преимущество. Но пока что мы не видим в историческом процессе устойчивых форм Царства Божия, таких, которые бы хотя бы с поколения в поколение передавались, и это было бы обусловлено чисто одним не стяжанием. То есть этот Новый Завет, он настолько многоаспектен, что его нельзя свести к чему-то одному. Например, вот будь не стяжателем, и все само собой устроится. Не будет такого. Так вопрос как раз не то, что будь не стяжателем. Вопрос состоит в том, что ты ведешь компромисс с миром, а где граница лежит от этого компромисса? Ну, компромисс же, он не только на пути не стяжания. Да дело же не в этом. Еще раз говорю, забудь путь не стяжания, забудь пока на время. Вот ты пришел в раздражение или я? И все уже, ты в компромиссе с миром. Давай как бы не будем в одну кучу всю сваливать. Почему? Ну потому что... Почему? Так же и... Мы, допустим, мы стоим на позиции и считаем, как ты говоришь правильно, что совершенных мало, и надо войти в какой-то компромисс с миром. Ну, мы реалисты с тобой, да, и понимаем, что как бы вот люди, которые нас окружают, им нельзя такую заповедь дать там высокую, да, там, как бы возлюби врага своего. Ну, хорошо, если он, в принципе, не будет ссориться с другом своим, да, и уже будет здорово там. И так далее. То есть, если мы такие христиане и решили с тобой действительно, так сказать, войти в компромисс, до какого уровня мы будем входить в компромисс? Просто речь идет о том, что современная церковь в этом компромиссе дошла просто до последних уже грани. Она уже... Наша церковь православная, она нет пока. А западная церковь, она уже признает гомосексуальные браки, она уже переводит Библию. Вот, например, есть такие примеры, Осипов, Алексей Ильич просто приводит это... Ну, просто примеры какие-то чудовищные, да, когда слова апостола Павла переводятся в том смысле, что там апостол Павел как бы там осуждает гомосексуальную связь, а там перевод уже сделан в таком смысле, что гомосексуальная связь – это тоже любовь. Понимаешь? То есть, до какого компромисса мы войдем с миром? Если в Библии прямым образом сказано, что гомосексуализм запрещен, то есть, ну, просто это нечто ненормальное, да, как бы это... Не то, что даже осуждается, там просто побить камнями надо, да, того, кто в этом будет... Ну, кто обвинен будет в этом, да? А, кстати, давай-ка разберем с точки зрения нового за это... Подожди, подожди, подожди. С точки зрения нового за разбирать мы с этой грязью не возиться с этим не будем, там. Ну, ладно. Просто сам факт состоит в том, что... Просто тут все, по-моему, не так однозначно. Еще раз, еще раз, подожди. Я согласен, что не все однозначно. Просто у нас суть семинара нашего не в этом состоит. Суть вопроса состоит в том, на самом деле, до какого уровня компромисс разрешен. Не получится ли так, на самом деле, что в итоге будет позволено все? Просто будет позволено все. Ну, Павел так и говорит, все у непозволительно. Нет. Все полезно. Так вот, Павел, конечно, говорит по-другой... И с точки зрения нового за это тебе действительно должно быть позволено быть все. А зачем нужно тогда христианство? Зачем тогда говорить о том, что это какой-то более совершенный путь? Совершенный путь совершается внутри закона. Понимаешь? На самом деле, конечно, совершенный путь может в чем-то нарушать закон из любви. Может. Но, тем не менее, это не произвол какой-то. Да, захочел, захотел, изменил закон, захотел, убил. Это не произвол такой, понимаешь? Это нечто другое. Этот человек управляется духом, как бы, да, и тут, как бы, огромная ответственность на человека, который все-таки решается вдруг переступить закон. Так вопрос о чем идет? Вопрос идет о том, не говорится о том, что вообще компромисс запрещен. Ну, конечно же, понятно, человек слабое существо. Естественно, надо понимать прекрасно, что труден путь, да, вот этот к Богу, да, что нельзя человеку, больному человеку предлагать совершенный путь. Сначала надо путь выздоровления ему указать, да, направить на путь истины в принципе, а потом уже от него уже постепенно усиливать это требование. Это все понятно, я с этим полностью согласен. Но вопрос ставится так, что если церковь вдруг становится на путь компромисса, не происходит ли так, что однажды все становится позволено? Все. Понимаешь, все то, что отрицалось, принципиально отрицалось, как бы, все становится, как бы, разрешено. Ну, такое может случиться. Так, вот именно это, только именно это, как раз и осуждается. То есть, когда вот эти христиане, да, которые сейчас пытаются, не принимают ИНН, не принимают саккороны на Мереки, там, УЭК и прочее, когда они об этом заявляют, то ведь речь идет о том, что они говорят, хватит, стоп, сколько можно уже вот с этим миром дружить, сколько уже можно идти на компромисс. То есть, этот мир постоянно нам сдавит, постоянно предлагает какие-то свои, там, нормы. Ему надо одно, второе, третье, он хочет нас закабалить, да, вот, какой-то свой электронный мир, как бы, нас завлечь. Неважно о том, что, мы сейчас не будем обсуждать, там, вот эти шестерки и прочее, да, там, существует своя каббалистика, но даже если вот убрать эту каббалистику, то, на самом деле, речь идет о том, что мир хочет нас вот взять и сделать своими подданными, понимаешь? Просто страх перед новым. Также боролись, были всякие секты маленькие и большие, которые боролись, там, с паровозами. Валя, вот я хотел этого все-таки, я понимаю, ты правильно говоришь, что, только я хотел этот разговор, вот, упрощенного такого, избежать. А, кстати, церковь была против того, что, вот, как это говорит, кто там, Коперник открыл, что солнце, против учения были. Еще раз говорю, в церкви находятся люди, и, понятное дело, что много что связано с тем, дело не в этом. Еще раз говорю, я хотел избежать такого упрощенного понимания этого конфликта. Почему? Я недаром обращаю внимание, что уже истоком христианства стоит это развлечение, да, одни, на самом деле, говорят о том, что этот мир их не устраивает, и они не хотят в компромисс с этим миром входить, а хотят его изменить и преобразить. И они для этого и нужны дела. Не достаточно просто веры, а нужны дела, да, которые преображали бы этот мир. Эти дела имеют двоякую природу. Эти дела были связаны с иудейскими всякого рода воинами, там, да, были там, была сторонняя эта партия, в том числе и среди апостолов. Там был Ладжи Симон, Каноник, да, это как раз он, Зелот был, да. Так вот, была крайняя партия, которая считала, что надо вооруженным путем это сделать. Если вы, допустим, вспомните кумранские рукописи, то там даже свиток войны есть о том, что праведные должны на самом деле под руководством Бога вступить в войну с неправедными, и всю эту неправедность, всю нечисть, эту земли стерить, да, и восстановить изначальную праведность на земле. Влад, я тебе уверяю, там такие же люди, как и все остальные. Подожди, послушай. Потому что плодов-то там нет никаких. Еще раз, Валя, давай, как бы, вот, самое опасное из всех таких разговоров состоит свалиться в христианскую болтовню. Есть вот такая вот христианская болтовня, они говорят ни о чем. Они с пустого порожнего периода. Ну, потому что то, о чем я говорю, это фундаментальное различие. Если не хочешь никак услышать, я же тебе все время говорю об одном и том же. Вот с того дня, как ты пришел, там, вот у Игоря выступал, что мы, как бы, могли бы серьезно об этих людях говорить только в одном случае, если бы у них были плоды, если бы у них были общины, если бы там царство Божие было. Ну, у них же этого ничего нет, они такие же грешные. Еще раз, давай так. Послушай, они такие же грешные. Кого ты знаешь из этих людей? Кого знаешь? Никого. Ну, а что тогда? Вот ты говоришь, вот, это, вот, любимая тема каких-то, я не знаю, вот, всех отрицателей, да, вот этих людей. Они их не знают, они ни о чем об этом не слышали. Ну, уже заранее известно, что у них никаких нет плодов. Откуда ты знаешь? Ты как знаешь, на самом деле, что достаточно посмотреть на Ютубе вот ролики, да, вот это, там, скажем, Иродьякона, Авеля, там, Семенова, да, или, там, Петра Бородолина, там, 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 того же, как бы, ну, отца Гореля, отца Николая, там. То есть, достаточно посмотреть ролики, чтобы понять, где есть дух, а где его нет, понимаешь? Ведь речь идет о том, что эти люди явно руководимы духом. Потому что, ну, понимаешь, вот, как бы... Поплоды. Еще раз говорю, что, чтобы рассудить о плодах, это же ролики в Ютубе. Надо, на самом деле, с этими людьми пообщаться, надо к ним съездить, посмотреть, как они живут. Они живут общиной, у них там есть, там, община-то есть, у них все это есть. А, хорошо, с другой стороны, а какие плоды за 2000 лет есть у вот этой, у имперской церкви? Какие плоды? Ну, весь мир покрестили все. Проповеданные Евангелия. Ну, проповеданные Евангелия во всем мире, да, а тем не менее... Мерд людей пытаются... Да, хорошо, а тем не менее, а тем не менее, христи правят, борются с грехом. А тем не менее, все это христианство, как было ветхозаветным, так оно и осталось. Ну, это люди такие. Да, это не люди такие, это просто христианство такое, что на самом деле, оно поставило всей главную задачу просто быть ветхозаветной религией, так. И ничего другим я сделать не смогла, как осталось в этой ветхозаветной религии. Ну, а как ты автоматом будешь составлять? Да, я не автоматом, поэтому это и не является самоцелью. Крещение не является самоцелью. Ну, пулеметом, конечно. Не является этот самоцелью. Пулеметом, не является особой. Десять к стенке, а один к походу. Ну, ты все, хай, говорю, болтовню пытайся. Почему болтовни? Ну, а так? Ну, если люди не могут не грешить пока еще, что сделать? Значит, нужны много, значит, две тысячи это недостаточно, может, нужно сто тысяч лет. Я же еще раз объясняю. Ты как бы изначальную концепцию и не услышал. Изначальная концепция состоит в том, что на стороне тех, которые борются с миром, которые пытаются его изменить, она и стоит концепция активности. Они пытаются активно этот мир преображать. Они пытаются как бы своими делами... Ну, так давай съездим к ним, посмотрим. Еще раз. Давай не скатываться к болтовне. Ну, Валя, ну, тут сколько можно? Ну, это уже как бы даже не смешно. Ну, как, ты мне вот выдвинул претензию, что я их не видел. Я говорю, а ты их видел? Я их слушал и видел. Ты общался с ними, ты знаешь, что у них есть община, ты был у этих общинных, видел, что у них там любовь, там, братство, да, вот все такое. Все общее у них там, да? Ну, не хочешь сказать, что у них там царство Божие. А я вот не верю что-то в это. Я вот думаю, что они такие же люди, как мы, все грешники. Ну, да, так вот, в общем, это же простое дело, что все мы в говне, как бы, так сказать, и слава Богу. И там все, и везде все всегда. И ничего понять даже, ничего понимать не надо. Все люди плохие, как бы, и ждать от того, что они могут быть хорошими, это как бы... Вот в этой связи очень интересно, ведь Павел же так же говорит, что мы все под грехом. Ну, правильно, да. Нету христианства никакого. Зачем оно придумано, христианство? А что, мало закона, что ли? Правильно, евреи не принимают христиан и считают их сумасшедшими? Правильно? Ну, христиане же сумасшедшие, ну как это можно врага возлюбить? Только сумасшедшие могут. Надо оставить ветхую, розоветную религию, всем раздать закон. Хорошо, но он везде есть. Вон, не убей, там, вот записано в законе, там, нашему, как бы, обыкновенным юридическому. Зачем вообще тогда религия нужна? Вон, пожалуйста, на всех форумах. Религия не нужна, но есть же закон. Зачем нужна религия? Ну, сто лет, ну, действительно, зачем нужны вот эти все детские игры, там, во всю эту магию, если есть уже закон, это мы его соблюдаем, более не убиваем, не крадем, там, а если крадем, убиваем, нас сажаем, все. Все есть. Зачем нужны путь совершенства? Ничего не надо. Слава Богу, что если вообще, говоря, закон соблюдаем, все хорошо. Выбросим все эти игрушки, все эти вот, всякого рода магию. Ну, вот то, что ты говоришь. Правильно в смысле? Я тебе поясню, давай посмотрим, когда появилось табу на людоедство, а людоедство до сих пор еще... Я не хочу даже обсуждать это, бестолковые разговоры об этом. Табу, не табу, дело же не в этом. Это же аналогия, чего? Какая аналогия? Аналогия чего? Ну, от людоедства до сих пор не можем избавиться еще. Ну, и хорошо. Ну, значит, тогда вообще, ну, Христос тогда сумасшедший, по-твоему, получается. Ну, он пришел, проповедовал то, что, в принципе, реализовать нельзя. Ну, почему? Большинство людей-то сейчас... Ну, у тебя что? Это же просто так. Ну, христиане, приходят христиане, говорят. На самом деле, да, вот Христос нам проповедовал такое. Ну, это реализовать нельзя, и все. Слава Богу. Давайте жить как-то из этого. Нет, просто нужно много времени. Ну, много времени, сколько нужно времени? Бесконечно много времени каждому. Я же говорю, вторая партия, вторая партия, ведь так она и говорит. Вторая партия. Делать ничего не надо. Она же и потому и говорит, что делать не надо. Вот делали одни, чего добились? Ничего не добились. Поэтому делать ничего не надо, она только верит. Сидеть вот так, подаяния ждать. Ведь написано же, кто гневается на брата своего, тот уже не может войти. Хорошо, я не могу войти. Но факт состоит в том, что на самом деле вторая партия говорит буквально то, что делать ничего не надо, и что только веру и спасается. Это как раз и есть компромисс, который, как ты, выражается, что люди несовершенны и бесполезно что-то делать. Ты говоришь, я же тебя понял, я же понял, что ты хочешь сказать. Так я же хотел сказать, что... Ты хочешь в них увидеть как бы неких вот таких вот людей, которые, да, что-то видуют. А я просто не вижу у них это. Но я понимаю тебя, да. Ой, да это совершенно не важно, Валя. Это те эти люди, которые тебе понравятся. Или это не те люди. Совершенно это не важно. Ты пойми, мысль, состоящая в том, что это лежит внутри христианства, а не настоящие христиане. Они какие-нибудь там, вот как их вы изображаете, безумцы какие-то. Это и есть настоящее христианство. Это не бескомпромиссное изначальное. То, в котором говорили Яков, это апостол Яков, апостол Павел. Только то, о котором говорит... Ведь Христос не даром ведь говорит, если глаз правый тебе совращает, лучше вырвать его и выбросить его. Ну, а ты говоришь, компромисс должен быть. Совращает глаз? Ну, пусть совращает. Почему бы нет там, типа, да, понимаешь? Нога, правая рука твоя совращает, там тебя соблазняет, а пускай соблазняет. Не надо ее отрубать. Ну, ты вспомнил старообрядцев, вспомнил тех же асифлянных этих самых. Еще раз говорю, что я не говорю о том, на самом деле, что в христианстве нет второго, второй партии, которая связана с партией Павла. А именно с компромиссом, которая прежде всего что сделала? Ведь Павел проповедал, на самом деле, что нет власти, которая не от Бога. Что, на самом деле, начальник не просто так поставлен, да, на самом деле, что его власть, как начальника, власть от Бога. И что, на самом деле, если я в каком чине был, то и оставайся. Если призван господином, оставайся господином. Если призван рабом, оставайся рабом. И прочие компромиссы. Ведь все это не просто так. Это, на самом деле, реакция, понимаешь? То есть, когда первые христиане начали строить состы Божьей, они многие разочаровались, видимо, понимаешь? И посчитали, что зачем нам это... Невозможно это сделать, да, вот люди не тянут, природа человеческая не тянет. Давайте тогда и отшернули другую противоположную сторону, другую крайнюю. Значит, делать вообще ничего не надо. Верить только надо, и все. Бог же всесилен, давайте будем в Него верить, и пусть Он сделает нам все. Будет Бог, Бог как бы работает, а мы будем сидеть и ждать, когда Он эту работу произведет. И ты буквально в это приговоришь об этом сейчас. Две тысячи лет мало. Будем три тысячи лет ждать, еще десять тысяч лет будем сидеть и ждать. Все, будем ждать, когда Бог это сделает. А сами-то что, не будем делать? А в чем смысл-то тогда совершенства-то? Ведь я говорил, это свободное движение людей. В чем смысл-то? Это отказ, буквально в смысле отказ от совершенства. Это превращение христианства в обыкновенную религию, в ветхозаветную. Поменялись только эти значки, понимаешь? Ну ладно, путей-то много, мы же об этом часто говорили. Еще раз говорю, путей много внутри совершенства. Но один путь от ветхого завета к новому. Один путь, нет никаких там много путей. Путь один. Совершенствия, путь внутри совершенства, путей много. Да, может совершенства в одну сторону, может в другую сторону, может в третью, может в десятую, там пути, сколько хочешь. Но путь перехода от праведности ветхозаветной, который внутри, в лоне закона, в лоне страха или жажды какого-то воздаяния, и в лоне как бы совершенства, вот этот путь от одной к другой праведности, он один, никакого другого пути нет. И фактически, на самом деле, вот это крестьянство, которое вошло в компромисс, а на самом деле это компромисс от Павла идет. Она просто отказалась от пути совершенства, просто отказалась. И не даром, на самом деле, если мы внимательно читаем Павла, то мы видим, на самом деле, что Царствие Небесное, которое изначально, Царствие Божие, да, которое изначально предполагалось построить на земле, да, преобразить мне это, землю надо было, да, То есть люди должны были это на земле все выстроить. Оно понимается так, что оно где-то там, непонятно где, на небе, в воздаянии, после смерти. У Павла уже это есть. Все уже понимается, что никакого царствия Божьего на земле мы не строим. На земле есть царствие какое? Царствие вот этого обыкновенное, земное, где властители земные, мы должны его отчиняться. Ну как места царствия Божьего-то уже нет, оно занято. Есть обыкновенные власти, начальники там земные, мирские. Все. И мы переносим это царствие с приспокойника на небо. Понимаешь, и все. Вот-вот вам современное христианство. И то импирское христианство, которое в своих компромиссах доходит на западе, в англиканстве, протестантизме, вообще до маразма. И дальше будет все деградировать, так будет. Потому что один раз, сказав чему-то, пускай будет так, мы доходим до предельных компромиссов. И то, что мы вдруг встречаем, такой отпор, ну, повод, конечно, может быть, покажется кому-то смешным. Там номерки какие-то, ИНН. Но на самом деле, отпор-то ведь, суть-то ведь не в этом. Сам вот этот, допустим, Мирангьякон Авель, да, Семенов, вот в своих видео, он же говорит, что это только, что такое ИНН, что такое номерки. Это же на самом деле метафора вот этой мамоны. Понимаешь? Метафора вот этого земного комфорта, вот этого вот купили, покупки, вот даже крестьян просто купили, да. Вот и сказали, вот вам даем. Либо запугали, сказали, не возьмешь вот это, мы тебя вот будем за тобой, тебя будем как-то гнобить и так далее, преследовать. Это из благ каких-то тебя лишил. Понимаешь? Интересно, и будет, и грешность идет об этом. Речь идет о соглашательстве с этим миром, о принятии его законов. А причем, как бы, если уже подробности какие-то входить, почему паспорта нельзя принимать? Причем, вот как бы, возводит и начальный этот разговор вообще к разговору, связанному там с революцией. Потому что, что такое подпись, да, и вообще говоря, почему вот печати боятся дьявольские? Потому что, либо ты, есть два лагеря, да, либо ты в лагере Бога, либо ты в лагере, как бы, вот, дьявола. А этот мир как раз находится в подчинении дьяволу, да. Да, и мы Евангелие вот от Луки это читаем, да. Ну, Иисус, когда 40 дней, 40 ночей постился в пустыне, к нему приступил дьявол, да, и искушал его. Вот искушение, когда он проходил. И дьявол, среди прочего, вот что сказал ему, вот, Евангелие написано. Тебе дам всю эту власть и славу их, то есть мы с вами эту царство земли, да, если, потому что мне предана она, и я кому хочу, тому даю ее. Если ты поклонишься мне, все будет твое. То есть, иначе говоря, даже в Евангелии засвидетельствовано, что этот мир, как бы, да, вот, и все мирское, как бы, вот, все эти царства принадлежат дьяволу, да, и что на самом деле подчинены ему. Что мир этот находится во власти вот этих темных сил, да, демонов и прочих. И что власть вот этого на земле, эта власть, та вот, земная настоящая власть, она на самом деле это власть дьявольская, от сатаны. Потому что та настоящая власть, да, божеская, она как бы, она не от мира силы. Ну, вопрос-то и состоит в том, что вот идет как вековечная духовная борьба между властью Бога, да, и властью земли. Она и на небе идет, и на земле идет. Вот хорошая мысль, вековечная борьба. Да. И вопрос состоит в том, что точно так же и христиане должны определиться, и в этом и состояла суть христианства, что именно христиане должны были, это, двинуться, как бы, да, быть передовым лагерем борьбы с этими, с демонами. Еще раз говорю, борьба же идет не против духа и плоти, а против властей, против начальства, против духа и злобы подниместных. Понимаешь? То есть иначе говоря. О чем еще раз? В чем, как бы, если закруглять разговор? Вот это разделение, да, разделение между двумя партиями, если так можно выразиться, в христианстве. Одну, которую олицетворяют апостол Петр и апостол Яков, да, которые говорили о том, что вера без дел мертва, и что очень важны дела. Да, и в чем состоят дела? Дела и состоят в том, что надо, как бы, преобразить этот мир, да, что в этом мире нужно учредить это Царствие Божие, и распространять его, и укреплять. И это не может случиться, как бы, так само по себе. Это дело наше. И это дело и состоит в этом дело совершенства. Каждый отдельный человек на пути совершенства должен, как бы, вокруг себя создает этот мир совершенства. Как там говорится у Серафима Саровского? Спаси сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот о чем идет речь. Это первый путь. Это путь, состоящий в том, что надо праведными делами, ну, конечно, вера тоже нужна, но без праведных дел она мертва. Праведными делами изменять этот мир, и чтобы в этом мире воцарилось однажды Царствие Божие. В этом состоит наша задача, наше соработничество Богу. Не просто пассивное соработничество, как бы, да, вот сидишь и ждешь, когда Бог за тебя все сделает, а активное. Мы должны сами себя преобразить, и в том числе и весь мир преобразить. Небо и землю все должны преобразить. Но это наша задача. Мы движемся на этом пути, и Бог движется на этом пути к нам, да. И это есть совместное деяние и нас, это, людей, и Бога. Причем, на самом деле, если говорить уже о философах, то в Серебряном веке было, как бы, философы, ну, скажем, Бердяев и прочие, они как раз выступали за так называемый Третий Завет, который состоял в том, что он не может быть дан, да, вот в письменном виде. А он состоит в том, что мы должны были его свободным образом понять на самом деле. Да, мы должны пойти на встречу. Да, мы должны пойти на встречу Богу. Это первый путь. А второй путь, как бы, вторая партия, да, это партия Павла. Которая состоит в том, что мы, на самом деле, своими делами, это все, это дела законно, не спасаясь, никакая плыль. Что без смысл, как бы, конечно, дела законно можно делать, но это, как бы, не главное. Самое главное, это вера. Что только веру, и, как бы, все совершается. Если вера твоя будет сильна, как бы, ты будешь спасен. И речь идет как раз вот уже... Но здесь же веришься, речь идет о разном. Не, послушай, в одном случае... Но я договорюсь сейчас, а потом ты скажешь о разном. Так вопрос идет о пассивности. Не надо ничего делать, предлагается. Надо просто верить, надо укреплять внутри себя вот некий дух, как бы, да, вот этой веры, да. А это, на самом деле, прямое движение к чему? Это прямое движение к тому, что самое главное, это молиться, поститься и слушать радио на радунише. Ничего делать не надо. Мир преображать нет. Подожди. Ну, подожди. Ну, я-то говорю сначала, а потом ты скажешь. Давай так вот, все-таки. Я забуду. Потому что царство небесное, оно находится на небе. На земле ничего преображать не надо. Потому что на земле есть земные власти. И с ними надо считаться. Они не зря поставлены. Не зря начальник носит меч, да, на самом деле. Чтобы, на самом деле, тебя там ограничивать в твоих грехах и прочих. Что на самом деле рабом призвано, рабом оставайся. Господином призвано, господином оставайся. Что все, как устроено на земле, это нормально. Не надо чаять это и все как-то изменять. А надо просто приспособиться в этой жизни и жить. И все. Вот чем надо заниматься. Второй путь. Путь к этой пассивности. Надо ждать. Мы в Бог же всемогущ. Если мы Богу доверяем, Бог в любое мгновение, за секунду, все может изменить. И надо ждать, когда это все изменится. И могу сказать, что на этом пути еще даже в древние времена. Вот тут тетуляно можно почитать. Христиане уже молились не о приближении этого часа, да? А о удалении часа суда, да? Наоборот. Потому что на земле это неплохо, оказывается. Живется так достаточно, хорошо. Можно устроиться неплохо. Понимаешь? Много всяких благ получать. Комфортно. Раньше христиане радовались, когда умирали, потому что устремляли к Богу. Посчитайте, вон, Игнатия Богоносца. Специально он пришел к императору, сказал, что он христианин, и специально нарывался на то, чтобы его казнили. И он писал письма, рассылал, чтобы его не спасали, не дай Боже спасут. Потому что он стремится всей душой своей побыстрее к Христу. Потому что самое главное, это к Христу вернуться. Понимаешь? Быстрее к Нему. Радовались, умирали, радовались. Почему ушли на смерть мученики? Подожди, почему ушли на смерть мученики? Не потому, на самом деле, что они просто какие-то там эти спортсмены, да? А потому что, на самом деле, умереть, это, значит, приблизиться быстрее к Христу, как бы пойти путь Христу. Там уподобиться к Христу. А сейчас что? Умирает, плачет, все это страшно, смеет, как бы, все хотят жить. Понимаешь, что здесь на земле, как бы не жить, лишь бы на земле, понимаешь? Не забывай, Христос-то воскрес. Ну, воскрес, вот-то, вот, и получается странно. Смерть, где твоя жала, а где твоя победа? Еще раз говорю, это ты возражение говоришь этому, компромиссному-то христианству. Компромиссное христианство, оно настолько вросло в этот мир, что даже уже забыло все свои эти... Логическая ошибка. Когда Павел говорит, мы спасаемся по вере, он имеет в виду личное спасение. Правильно. Понимаешь? Да. Речь идет о личном спасении. Ну, естественно... Делами кто должен заниматься? Ну, подожди, подожди. Дядя? Ну, подожди, речь идет о рае, о рае. Понимаешь? Как получить... О загробном мире, как получить вечную жизнь и так далее, и так далее. Но если мы говорим о Царстве Божьем на земле, то ни Павел бы не спорил, никто. Тут чисто логически понятно, что для этого нужны усилия здесь на земле, здесь нужны дела. Потому что если ты дом строишь, если ты не будешь работать над этим домом, он не построится сам собой. Сколько ты не сиди рядом с этим домом и не жди, он сам собой не возведется. Понимаешь мысль? Я твою мысль понимаю, только по факту это не так. По факту, как бы, если смотреть на то, что сделало христианство, христиане на деле, на самом деле, самым главным занятием христиана, христианина является молитва. На втором месте пост. Понимаешь? Все. Молитва и пост. Все. Никаких других занятий у христианина нет. Я не знаю, как сейчас перепрыгнуть в Царство Божие. Не знаю. Да я понимаю, что ты не знаешь. Еще раз говорю. Вопрос не идет о том, что можешь ты это знать или нет. Я просто хочу это как бы закрепить изначальное различие. Прежде чем говорить о том, как эту проблему решать, сначала надо понять, что она есть. А потом уже пытаться решать, высказывать о ней что-либо. Ты же говоришь, что нет такого различия. Я тебе говорю, что оно есть. Что есть две партии. Изначально, если двигаться дальше туда, в историю, до христианства, то и до христианства существовали там эти партии. То есть, на самом деле, это противостояние миру и компромисс. Вот, например, это можно найти в этом разногласии между фарисеями и саддукиями. Понимаешь? То есть, вот фарисеи и саддукии тоже в этом спорили. Или между зелотами, скажем, и остальными всеми. Зелоты считали, когда они говорили, что нет власти вообще не от Бога, они имели в виду, что вот только Бог является властью, а все остальное это не власти. Это так. Узурпировавшие власть. Понимаешь? Они подчинялись только Богу. То есть, этот лозунг на самом деле, нет власти, которая не от Бога, оно на самом деле имело разный смысл в различных партиях. Одни считали, что Богом установлены какие-то, что и все власти, какие существуют на земле, Богом установлены. А другие считали, что нет, вообще-то говоря, есть единственная власть, власть Бога. А все остальное это не власти. И подчиняться им не надо. Так вот, вопрос, еще раз говорю, что вопрос с ИННом, вопрос с номерками, вопрос с паспортами и прочим, на самом деле, он только кажется на первый взгляд вопросом безумных каких-то людей. На деле, как бы, это просто пробный камень, да, на котором проверяется, вот как бы, ну, в частности, так получилось уже, да, проверяется христианство. Либо мы признаем этот мир, и, значит, признаем мир системы, и паспорта признаем, и там, все вот установления. Вот этот мир, да, в котором мы живем, материальный, там, и прочая, там, мирская жизнь, у него постоянно какие-то правила этой жизни меняются. Либо мы, как бы, признаем, на самом деле, все эти правила, как бы, да, и тогда входим, ведь, в чем проблема-то? Проблема состоит в том, что у этого мира, у мирской жизни правила-то меняются часто в противоположную сторону, чем хотелось бы христианам, да. Так вот, либо мы признаем то, что это нормально, либо нет, понимаешь, в этом проблема. Причем, что интересно, вот самым главным, я бы сказал, сторонникам, да, и проповедникам вот этого непринятия всех этих наверхов паспортов. Я просто помню, как эти же попы боролись с телевизором, потом они боролись с компьютером, теперь они борются с паспортами, с карточками, с ННН. Нет, можно я скажу? Я хотела сказать, смотри, Глад. Ну, здесь, только мы сейчас закончили, ты скажешь, но здесь же ты, вот, философ, ты же прекрасно понимаешь, что сама по себе любая вещь не является ни злом, ни добром, как ты будешь использовать. Поэтому, понимаешь... Сколько раз тебе надо про богатство сказать? Ты христианин, у тебя это должно первым делом говорить. Сколько можно говорить? Ну, ННН-то не является богатством. Я же тебе сказал, что и ННН, и паспорта, это просто метафора Мамоны. Все метафора Мамоны. Метафоры никакие. Ну, вот видишь, вот так оно и возникает, на самом деле. То не метафора, то и то, и это все не так. Почему это метафора Мамоны? Ну, потому что невозможно служить двум господам. Ну, ты что, служишь ННН, что ли? Или паспорта? Нет, ты признаешь, как бы, правила, мирские правила, мирскую жизнь признаешь. У нас, слышишь, я хочу чего-то. И те установления, которые мирская жизнь, как и хочет, устроить, она хочет тебя в некую систему глобальную вписать, и ты признаешь, что то, что ты вписываешь... Ну, другой-то жизни нет на сегодняшний день. Ну, а так может до конца дойти, а потом что? Так может дойти до всего. Я же не объяснял, до чего дошло. Ну, смотри, послушай. Сколько уже одно и то же повторять? До какого уровня мы компромисс пойдем с миром? До какого? Ну, Булат, ну тогда человек... Докуда люди допустят? А то дальше, допустят, скажут всем, кто в очках пробивает, сзади череп. Ну, что ты ерунду-то нанесешь какую-то? Ну, так и было, при Гитлере чего? Ну, правильно, ну, да что, до куда мы дойдем? Когда мы скажем, нет, стоп, дальше уже нельзя? Когда ты скажешь? Тебе завтра... Они в тулачках пробивали голову. Почему? Да это неправда. Это просто... Ну, это метафора тоже. Слушайте, ребята, я чего хочу сказать про этот одновременный паспорт. Вот, Булат, ты говоришь, что нельзя принимать. Ну, хорошо, допустим, какие-то люди конкретно, но ты... Вот, допустим, мы соберемся отказаться от паспорта, да, от АЗН. Мы отказываемся. В кого мы превращаемся? Превращаемся, во-первых, в работу без паспорта не берут. В безработных мы будем стоять с протянули... Да все понятно, все понятно. Здоровые мужики, которые стоят и просят к даяну, чтобы себя... Да все понятно, все понятно, все понятно. Надо же умирать, когда Бог тебя призывает. А Христос на крест пошел. А Христос не мог сказать, что я не виноват. Отпустите меня, дядечки. Сейчас я заявил оппозицию еще хуже, чем в Ветхом Завете, потому что в Ветхом Завете евреи спокойно и умирали, и продолжают умирать, когда их приказывают поклоняться кому бы то ни было, как Богу. Нет. Евреи спокойно умирают при этом, когда им говорят, поклонитесь царю, как Богу. А ты не можешь видеть. Нет, не могу. Я не буду поклоняться тогда. Ну, вот так же здесь Булат же то же самое тебе говорит. Еще раз говорю, что понятно, вещь идет не... То есть это не является аргументом, не может являться аргументом, что для того, чтобы я не могу уйти за Богом, потому что тогда мне будет нечего. Еще раз, давайте просто... Это не может быть аргументом. Давайте все-таки... Аргумент только другой какой-то может быть. Я вот пока не могу понять, то есть не могу принять точку зрения Булата, он там увидел в этих людях что-то такое. Я не вижу. Еще раз, как бы, я просто заострю на самом деле. Вопрос же ведь не состоит, это ИНН, как бы, паспорта и прочее, это только просто пробный камень. Ну, так уж получилось, что именно в этом они нашли противление мира. Ну, а откуда ты знаешь, что это так? Ну, я много, очень много... Я все видео, какие есть, все посмотрел, и несколько раз... И они говорят, что это пробный камень? Нет. Они говорят, что это метафора, как бы, Емамуна. Что невозможно служить Богу Емамуне. И здесь, я говорю, здесь... Еще раз объясняю, что... Ну, не знаю, но... Еще раз объясняю. Ну, у тебя всегда надо разбираться. Мне и так уже все понятно, суть. Суть мне понятна, на самом деле. Суть состоит в том, чтобы не признание порядка этого мира, в принципе. Христиане, они как бы не от мира сего, и они должны в другом мире, в другом порядке жить, в порядке божеском. Понимаешь, и подчиняться Богу. Молиться в горы, молиться туда. Ну, правильно. А иначе, ну, зачем нужно это христианство-то лицемерное? Зачем оно нужно-то? Зачем тебе нужно... Ну, умереть с голодом. Ну, ты хочешь просто вот, это, номерок, что ли... Умереть с голодом. Суть-то вопроса, зачем тогда называть себя христианином? Подожди, а ты вот призываешь... Я ничего не призываю, я просто объясняю. Я не призываю, я не могу призывать. Это не ты. Ну, подожди, ну, это получается, что... Получается, когда ты так утверждаешь, получается, что ты говоришь, что мы все лицемерны, раз мы так не поступаем. Еще раз я говорю, что... Значит, мы все принимаем вот эту ману. И еще раз, суть вопроса состоит в том, что христианство, это изначально, да, вот в своем поступе, оно было именно таким бескомпромиссным. Постепенно оно пришло к компромиссу миру. То есть постепенно оно как бы изменилось. И надо понимать на самом деле, что настоящее христианство, оно вот, это вот такое бескомпромиссное. Вот и все. Ты как угодно можешь жить, как угодно можешь это внутри своей совести, этот вопрос решать. Можно действительно сказать, ну, мир как бы наступает, а мы уже слабые, да, мы должны сдаваться там. То есть, Влад, все люди, которые отказались, ну, они там вот собираются с этими ребятами, да? Еще раз говорю, и НС... Какими ребятами? Ну, вот эти вот... Собираются, собираются. Тебе все эти весы какой-то конкретной частности. Возьми, съезди, познакомься, есть вообще-то интернет там. Я тебе сказал же именно. И Родьяка Навель Семенов там, у него там «Соль земли» есть целый сериал там, посвященный этому. Ну, там, где различного рода воспоминания о святых старцах. Я просто спрашиваю, посмотрел. Ну, говорю, о святых старцах, там воспоминания, которые рассказывают, в частности, эти проблемы поднимаются. Нет, вопрос конкретный. Люди, которые вот послушали этих священников, то, что они написали книги, это замечательно. Я не об этом. Люди, которые послушали их, отказались, паны над паспортом. Много таких. Они приехали вот к этим священникам, они там все... Я не знаю, я не знаю. Вот это самое главное у меня. Ну, чего не знаю самое главное? Это не самое главное. Потому что они книги написали, это ничего не знаешь. Это не самое главное. Мы написали книги, написали. Хорошо, ладно. Для тебя это самое главное. Извещай тогда этот вопрос. Я просто хотел показать, что внутри христианства, что вот явление, которое мы наблюдаем на самом деле... Это исконно христианское явление, непринятие этого мира. Исконно христианское. Это не просто какая-то случайная взбалмошность каких-то там отдельных священников, монахов, каких-то сумасшедших. Это внутреннее, исконное христианское мирочувствование. Исконное. И более того, оно более глубокое и изначальное, чем вот этот компромисс с миром. Потому что компромисс с миром, он, конечно, нужен, ты правильно говоришь. Потому что люди слабые. Но он заводит, церковь заводит в тупики. Потому что в конце концов он доходит просто до маразма. Подожди, но ведь можно же, как это, грубо говоря, докопаться до мира с любой точки зрения, не только с ННН. Можно объединяться вокруг ННН, если они только объединяются, если только метафор, ну как пробный камень. Можно объединяться вокруг чего угодно. Любой лозунг в России объединяйся против мира. Я не знаю, почему все объединяйся. Суть вопроса в принципе состоит в том, что либо крест, либо хлеб. Ну, известная метафора там, да, Матроны Московской. Спросили у нее, а что нам ждать в будущем? Она сказала, вам придется туго. Вам предложат или хлеб, или крест. Ксения Блажинная? Нет, Матрона Московская. Какая ксения Блажинная? Ксения Блажинная жила в 19 веке. А это в 20 веке. Вам предложат уже вот хлеб или крест, и надо будет выбрать. Вот что проблема-то. Проблема состоит в том, что на самом деле, подожди, подожди. Проблема состоит в том, что они прекрасно, это вот крыло христианства, прекрасно понимают, что мир их распнет. Понимаешь? Конечно же они это понимают. Да я не знаю, будет ли это? Зывает на крест, а так и говорится, что нужно выбрать крест. Об этом и говорится. Ты думаешь, что это какие-то пустые разговоры непосредственно, речь идет о том, что вот Людмила пыталась высказать, как я работу найду и прочее. Да, все, с этим миром покончено, надо выбрать крест. Потому что спасение более важно, чем все вот эти блага мясные. Ну то, что Матрона сказала, ты знаешь, что такое было? А не получается ли это, что как еговы против переливания крови? Потому что даже медицинскую помощь не смогут оказать. Я понимаю, Людмила, только просто ты все с позиции, ты все с позиции говоришь, что Бога-то нет вообще, говорю. Почему? Потому что мир, я вот чувствую, он материальный, а Бог, дайте мне его пощупать. Нет. Если ты веришь в Бога, то ты должна понимать на самом деле, что все вот это временное, жизнь. Это очень хорошая мысль, да. Твоя жизнь временная, понимаешь? У тебя самая главная жизнь, это будет с Богом. А ты говоришь, что я не хочу вот это, мне там жизнь с Богом непонятно, а вот кровь переливать, всякие вот эти штуки, да, работу, устроиться, там, бытие, житье, бытие, там, комфорт. Для меня это важнее. Это я могу пощупать и понять, а то, что Бог является Духом, этого я понять не могу. А у тебя как у мусульманина, или, дайте, нет, не у мусульманина, а как у этих, и, иду, нет, которые эти, ооооооо такие. Да не важно. А единственная цель это побыстрее от этого мира уйти, умереть. Я просто всегда понимал так, что христиане, христианский путь, он путь созидательный, понимаешь, путь добра как бы, а не путь там вражды и войны. Еще раз, ты плохо просто слушаешь, что я говорю. Преобразить этот мир, я сказал. Христиане активно должны преобразить этот мир. Вы, ребята, не с того начали просто, понимаешь. Почему, если, ребята, не с того начали? Начинать надо не с того, чтобы бороться с ННС. И цель не может быть, чтобы умереть поскорее. Ребята, вы как бы... Это неправильная цель. И, ребята, ты еще раз говорю, что... Я не считаю целью умереть поскорее и избавиться от этого мира. В этом мире ты призван. Бог тебя, если ты пришел в этот мир, это не значит, что ты должен скорее отсюда уйти. Вот как Богу будет угодно. Человек, даже если ему перебьют кровь, он все равно умрет, если Богу будет угодно. Понимаешь? Да. И даже если он устроился на работу, там будет здоровье, а здоровье с вами печься. Все равно Богу, когда угодно, на него и сосулька упадет, и в аварию он попадет, и все равно... Именно так в Ветхом Завете и во всех язычных религиях именно все так и говорится. Именно так. Это и настоящее язычество. Ну, самое настоящее. Почему язычество? Ну, потому что христианство, суть христианства не в этом. Никто в том состоит. Подожди, а Христос не сказал, что самое главное – это умереть? Нет, я не про смерть говорю, я говорю про совершенство. Суть вопроса не в том состоит, что ты говоришь. Жить во что бы то ни стало – не в этом смысл. Смысл состоит в совершенной жизни. Не просто в жизни, а в совершенной жизни. А в совершенной жизни, на самом деле, которая по неволе приходит в конфликт с этим миром. Так устроено. Начни сейчас делать добро. Долго ли ты проживешь? Начни везде вмешиваться, начни везде устраивать правду Божию. Искать. Ищите прежде всего. Никак одеться, не важно, это ни что есть, ни что пить, ни во что одеться. А правды, царствие Божие. Я знаю.